В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Здравствуйте! Сегодня свой день рождения празднует наш добрый друг, я бы сказала, уже соратник по цеху и просто замечательный человек Дмитрий Матвеевич Плоткин. Он у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий Матвеевич! Здравствуйте! С днем рождения вас, во-первых. И хотелось бы услышать, с какими итогами встречаете свой небольшой пока еще юбилей? Какие друзья, какие планы, мероприятия? День рождения – это, наверное, всегда самый хороший день в жизни каждого человека. А мне уж греха тут скрывать 55 в этом году. И, разумеется, у каждого поэта, у каждого писателя 55 лет – это своеобразный итог писательской жизни. И вот к этому дню я выпустил вот такую книжку, она называется «Неземная осень». Здесь где-то больше 400 стихов. Здесь можно сказать, если откровенно, и совпало, и подарок себе. Самый хороший – это подарок, который вот хочешь себе сделать, и он совпадает с твоим днем рождения. Автор остался доволен. Там же, в типографии, мы вот буквально несколько дней назад провели презентацию этой книги. Это, как выяснилось, за 210 лет существования типографии произошло там впервые. Мы собрали весь коллектив типографии – печатников, переплетчиков, верстальщиков, в общем-то, всех-всех-всех. И для них сделали небольшой такой вот импровизированный концерт, который длился полтора часа. Вместе со мной пришли, можно сказать, лучшие голоса Рязани. Выступал и Норислан Ибрагимов, выступал лауреат конкурса в Италии Александр Костенко, лауреат международных конкурсов Евгения Валикова, рок-барт Владимир Корнилов. Вообще в вашей жизни часто судьба вела куда-то, то есть вот раз, и получилось совсем не так, но даже лучше. А постоянно. Вообще, вы знаете, у меня даже есть такое стихотворение «Судьба написанная не нами». И вот я как-то сталкиваюсь с тем, что как-то вот что-то делается все свыше. То есть, откровенно говоря, у меня родители педагоги, отец преподавал иностранные языки, мать русской литературу, и меня всю жизнь с детства толкали в педагогику. И даже я, отслужив в армии, взял характеристику и направление в педагогический институт, и уже готовился поступать в педагогический после армии. Случайно встретил своего друга, пошел вот после армии, пришел, думаю, схожу-ка я на дискотеку. Там молодые были, на радость, как говорится, после двух лет службы. И надо же, там встретил Александра Антошина, с которым мы учились в школе, он чуть пораньше закончил. И он уже учился в юридическом институте. Поговорились с ним, и буквально судьба. В один день я, в общем-то, переменил все-таки решение. Когда-то в детстве я, когда читал книжку про майора Пронина, мне хотелось стать следователем. Я сказала бы так, под руку с судьбой ведете с собой всю свою семью. Мы обычно с вами об этом не говорим никогда. Но сегодня мне бы хотелось узнать, с вашей супругой были какие-то моменты, связанные со стихами, интересные с работой, когда она бросила все, поехала за вами. Нашим телезрителям сегодня интересно, наверное, это. Ну, личной жизни, в общем-то, следователь, как правило, мало рассказывает. Ну, а что здесь рассказывать? Ей было сложно с вами? Все-таки вы творческий человек, но очень занятой. Ну, конечно, сложно, в общем-то, если рассказывать все эти истории. Когда мы с ней познакомились, я сразу сказал, так, слушай, ты знаешь, я человек занятый, мне вот ухаживать некогда особенно. Ты либо выходи замуж, либо не выходи. Надо решать срочно. Она говорит, вообще-то надо подумать хоть день, я думаю, думать уже некогда. Это сколько вы были знакомы уже? Три часа. Вот вы настоящий мужчина. Рассказывайте дальше, что произошло? Тогда были, как говорится, молодыми, и я решил ей подарок сделать на день рождения. На день рождения я ей подарил свадьбу. Поэтому иногда мужчины забывают день, когда бракосочетание было, а здесь вот как-то все так совпало, что... Вы решили, что два дня забыть труднее. Да, два дня забыть труднее, да, чем один. И приходится в этом году вот 25 лет нашей совместной жизни. Дмитрий Матвеевич, а если вот о дне рождениях, о ваших, если говорить, то самый яркий был какой? Нет, а там даже я могу продолжить эпопею. Дело в том, что в день рождения я женился, и через несколько дней пришел телетайп, что мне надо уехать в Узбекистан. Вроде в начале планируешься на два месяца, и эти два месяца растянулись на полтора года. Вот, причем отпусков нам тогда не давали. Было возможно только иногда на праздник, на несколько дней слетать. Вот. Ну, она прилетела ко мне на каникулы в Узбекистан, жили мы. Тогда я думал, в Ташкенте будем жить. Оказалось, на берегу Аральского моря, которое высохло, где нельзя было ни есть фрукты, ни пить воду, поскольку там ядовитая соль была. Потом началось, в общем-то, смутное бандитское время. Создалась такая ситуация, не очень хорошая у нас жизнь, что мне выделили охрану, и я на работу ездил с автоматчиками, и автоматчики спали у меня дома. Охрана личная была, несколько человек, три человека. И, в общем-то, указание поступило такое, что и жену на работу сопровождали автоматчики. Вот. Я по этому поводу даже шутил. Иногда сидим с толом, я вот тена, женился, вот все спят с жженами, а я с автоматчиками. Если о самых ярких все-таки днях рождениях был какой-то, который особенно запомнился, может быть, подарок от друзей, может быть, опять же, какая-то командировка неожиданная, но именно в канун дня рождения. Вы знаете, когда я работал следователем, у меня как-то была уже традиция, нехорошая, кстати. Вот, мне получалось так, что дни рождения я почему-то проводил то на местах происшествий, то в изоляторе, то придешь где-то в 11 ночи на отсрочное обвинение предъявлять там сроки. Вы человек, которого в местах заключения как минимум уважают, то есть не боятся, а именно уважают. Всегда, если вот все по-человечески. Даже у меня есть подарки оттуда, когда я езжу на какие-то съемки. Я думаю, что у вас они тоже есть. Есть что-то, что вам подарили, и у вас это хранится, и вы это помните? Ну, вообще, если вспоминать свою жизнь сначала, то когда я учился еще в институте, у меня такая была мысль, что вообще, прежде чем работать, надо познать эту жизнь. У меня была мысль вообще, как тут надо придумать, что вообще побывать вот какое-то время в тюрьме. Но одно другое исключало, если ты, в общем-то, побываешь в тюрьме. Либо сажаешь, либо сидишь. Да, либо сажаешь, либо сидишь. Вот, и я тогда выбрал такой вариант. Наш институт шествовал над Куришской воспитательной колонией. Там собраны были самый цвет преступного мира молодежного Украины. Вот, колонию сильного режима. И я решил туда устроиться воспитателем. Решил, что зачем снимать квартиру, когда можно жить в тюрьме. Когда я уходил, так мне подарили чеканку, значит, девушка, несущая чашу с огнем, и вдали к ней плывет корабль по морю. Вот, и на кассету записали под несколько гитар, зоновские песни. И однажды, уже через много лет, когда я допрашивал одного убийцу, он таким с умным видом начал мне декламировать эти песни. Очень малоизвестные, зоновские. И неожиданно для него я спокойно продолжил текст этих песен. И он вылупил на меня глаза, говорит, откуда вы их знаете? Я говорю, слушай, ты сколько сидишь в тюрьме? Он говорит, ну, вот, три года. Я говорю, а это лет двадцать уже. Давайте к другому творчеству. Есть книга, процитируйте что-нибудь напоследок. Вот открыл страницу. Капелька любви. Заблудились мы в пещере, что-то важное забыв. Разлагольствуем о вере, доброту похоронив. Ревность точит, зависть кложит, горло сушит, клевета. Кроме нас, кто нам поможет, коль невидно ни черта. Разбавляем водкой ярость, гнев струится по крови. А ведь людям надо малость, просто капельку любви. Наша телекомпания вам желает не только капельку, но и целую чашу любви, здоровья, благополучия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество наше с вами еженедельное. Еще раз вас с днем рождения. Это была программа «Семь минут». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok